Коллапс грядет, на этот раз бензиновый. Как он возник, как его предотвратить и кто понесет ответственность за остановку военной техники, гражданского транспорта и отсутствие топлива на заправках. Подробнее Ярослав Кречко. Цена на нефть продолжает падать. Казалось бы, стоит ожидать снижения стоимости топлива на 60-80 копеек до конца октября. На этом даже сегодня премьер Яценюк успел попиариться, мол, договорился с нефтетрейдерами. Очекаю на их решение, что до определенного уменьшения цены на нафтопродукты в Украине, так как это соответствует световой тенденции. На самом деле топливо не то что дешевле не станет, его вообще может не быть, прогнозируют эксперты. Все потому что у рынка теперь новый регулятор, национальный банк. Нефтетрейдеры не могут купить валюту для оплаты импорта. НБУ запретил продавать доллар дороже 13 гривен. Банки по такой цене продавать его не хотят. И валютного рынка, по сути, у нас сейчас нет. Внутри страны нарастает спрос на то топливо, которое уже завезено, так как новое невозможно купить. И цена на него пошла вверх, а запасы его невелики и иссякают. Если не будут предприняты какие-то шаги, то я думаю, что в октябре уже будут остановлены первые автозаправочные станции. Уже сейчас дефицит валюты у трейдеров около 200 миллионов долларов. Контракты сорваны. Поставщики топлива начинают искать другие рынки. Например, Беларусь, откуда импортируем половину нефтепродуктов, может переориентироваться на Прибалтику. Исчезнет топливо для всей транспортной системы и для боевой техники в зоне АТО. После этого будет проблема и в ритейле, то есть в рознице. Импортное топливо это 85% украинского рынка. На отечественных АЗС долго не протянуть. Тем более их владельцы в условиях масштабного дефицита либо закроют заправки, либо в разы поднимут цены. У нас сегодня вечеринное паливо вы можете найти. У палива Коломойского она заправка. И то, и то, высотки 30 палива он вынужден где-то брать на стороне. Вот тогда паливо будет у Коломойского, только оно будет за ценой в Хенесе. Все это вполне вероятно еще и потому, что Укрнафту, госкомпанию, которая занимается добычей нефти, по факту контролирует представители одной финансово-промышленной группы. На днях Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского переизбрали членами НАП-совета. Подобная ситуация и в Укртатнафте. Там руководство просто не могут поменять, так как представители группы Приват игнорируют собрание акционеров. Игнорируют годами. Ярослав Кричко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.